Добрый вечер! На телеканале НИК-ТВ пришло время подвести итоги дня. С вами Антон Ляковский, но сначала коротко о некоторых темах этого дня. Шесть машин столкнулись, два пострадавших. Массовая авария на Киевке обошлась без жертв. Никто и ничто не может быть забыто. Герои и мемориалы в центре внимания Комитета Победа. Настроение задают заранее. В Калуге начали устанавливать елки, а кто-то даже уже получает подарки от президента. Два человека пострадали в результате массового столкновения машин. Сразу шесть автомобилей стали участниками аварии на трассе М3 Украина на подъезде к Балабаново. Причиной стало несоблюдение дистанции, хотя с наступлением зимы об этом полицейские напоминают часто. К сожалению, не все принимают это к сведению. По предварительной информации, на 93-м километре автодороги федерального значения М3 Украина в 13 часов 15 минут 24-летняя девушка, управляя автомашиной Peugeot 207, не соблюдая боковой интервал, двигающийся в попутном направлении автомашиной MAN, допустила касательное столкновение с автофургоном. От удара автомашина Peugeot выехала на полосу, предназначенную для сдвижения встречного транспорта, где произошло столкновение с автомашинами BMW и Chrysler. У Peugeot оторвало колесо, которое на встречной полосе столкнулось с автомашиной Renault. Следующая в попутном направлении с Renault автомашина Niva допустила с ней столкновение. По предварительным данным, пострадало два человека. С полученными травмами они доставлены в центральную клиническую больницу города Обнинска. В Калуге на улице Зерновой водитель грузовика забыл про габариты перевозимого остановочного павильона. Стало это очевидным, когда павильон рухнул после столкновения с мостом. Видео выложил на ютуб один из свидетелей аварии. В ГИБДД нам сообщили, что данный факт, как дорожное происшествие, оформлен не был. Ведь при инциденте ни люди, ни машины не пострадали. С любителями погонять на дороге предлагают бороться жестче. С инициативой выступило Министерство внутренних дел. Суть предложения в том, чтобы начинать штрафовать с превышения скорости в 10 км в час. Сейчас этот скоростной порог в два раза больше. Министерстве объясняют, что эта инициатива в первую очередь гарантирует безопасность пешеходов. Ведь даже незначительное превышение скорости автомобилям может стать для них смертельным. Госдума предлагает внести этот законопроект на общественное обсуждение. К юбилею Великой Победы каждое воинское захоронение необходимо привести в надлежащее состояние. На сегодняшний день в области таковых насчитывается около 600. Как это сделать и какие еще вопросы нужно решить, обсудили сегодня на выездном заседании Оргкомитета Победа, прошедшем в Спасдеменске. Во время войны на территории района шли ожесточенные сражения, особенно на Гнездиловских высотах. Об исторически важных моментах и проблемах настоящего Сергей Крабков. Гнездиловские высоты в 40 километрах от Спасдеменска. Летом 43-го года ключевой пункт немецкой обороны. У немцев здесь был настоящий подземный город. Штабы, клуб и даже баня. 800 человек гарнизона. Бой за высоту длился 5 суток. Здесь тогда впервые применили штурмовые инженерно-саперные бригады. Тогда не аналог современного войскового спецназа. Почти все бойцы были комсомольцами. Это дало второе название высоте – Комсомольская. Ожесточенности боев и примеров массового героизма здесь было не меньше, чем на Зайцевой горе или Безымянной высоте. Однако, в отличие от двух последних, Гнездиловские высоты оказались незаслуженно забытыми. Существующий сейчас здесь мемориал явно нуждается в реконструкции. Но, как говорится, есть один момент. Территория, занимаемая Гнездиловскими высотами, относится к лесному фонду и находится в ведении Федерации. То есть область не может вложить в ремонт ни копейки. Варианты решения этой проблемы обсудили на выездном заседании Оргкомитета Победа. Вариантов этих несколько, вплоть до выкупа земли у Федерации. Но все они требуют времени – не один месяц. Члены комитета успокаивают. Их работа не закончится после празднования юбилея. Эта работа, она будет продолжаться и дальше. То есть сегодня эта система выстраивается. И все те проблемные объекты, проблемные мемориалы, которые мы имеем на территории Калужской области, а в первую очередь проблемы, конечно, безусловно, с мемориалами существуют по приведениях в порядок. А эти проблемы, они будут в основном решены к 9 мая и дальше будут решаться, продолжаться работы по приведению в соответствующее место, соответствующее значение в истории войны, вид и образ. Подготовка к юбилею Победы – это не только приведение в порядок захоронений и памятников. Существуют проблемы и с медицинским обслуживанием ветеранов, особенно в районах, обеспечением их лекарствами. Часто в стране остаются труженики тыла, узники концлагерей и дети войны. И все эти моменты комитету по подготовке празднования необходимо учесть и решить. Что-то там иногда упирается в бюджет, так сказать, в какие-то средства, но они тоже решаемы, эти все вопросы. Это первое. Второе, вот во время обсуждений здесь и рядом, и по обеспечению ветеранов медикаментами, и, значит, по собственности, по земле и так далее, когда начинаешь глубоко вникать, проблемы возникают, куча разных, так сказать, вопросов на сегодняшний день не решено. Их тоже надо решать, и все это записано в решении нашего комитета, и оно будет обязательно решено. До Дня Победы остается полгода, и решить все вопросы, конечно же, не удастся. Но члены Комитета Победы настаивают, их работа с юбилеем не закончится. Не допустить забвения нашей героической истории – задача бессрочная. Сергей Коробков, Леонтий Ким, телекомпания НИКТВ, Спасдеминский район. Инфляция будет расти, зарплаты чиновников нет. Ранее размер окладов госслужащих ежегодно индексировался с учетом уровня инфляции. Это касалось администрации президента, аппарата правительства, счетной палаты и МИДа России. По решению президента Путина ничего пересчитываться больше не будет. Мораторий будет действовать до 1 января 2016-го. Мы видим, что есть серьезное изменение курса рубля к мировым валютам. Это приводит не к снижению зарплат в рублевом выражении, но к снижению покупательной удобности рубля, тем более если рост цен. И в этих условиях, для того, чтобы не было желания у чиновников повышать себе зарплату, при том, что зарплата у населения не будет расти, чтобы не возникало вот этих ножниц, Владимир Путин привел провинтивные меры. Что делать, если управляющая компания распалась? С такой проблемой столкнулись жители поселком Стихино. Счета приходят новые, в них нет никакой конкретики. Да и судьба былых денежных накоплений не ясна. В ситуации разбирался мой коллега Андрей Ткачев. Управляющая компания ГУП «Калуга» занимается обслуживанием этих домов с 2008-го. И по договору должна продолжать это делать до мая следующего года. Поэтому жители очень удивились, когда две недели назад пришли другие документы. В новом договоре название той же компании, только с добавлением двух букв. Отсутствуют реквизиты, а фамилия директора другая. При всем этом он стал, короче, предыдущего почти в половину. Там нет конкретизации. Нет, вот перечня даже того имущества, которое они должны обслуживать, нету, а ссылки одни какие-то. Но перечень, что они должны по текущему ремонту, ссылками на постановления, решения и все прочее конкретного нету. Ссылки на техобслуживание нету. Новый сантехник, он тоже не знает, как работает. Поэтому в этом договоре должны быть приложения четкие и ясные. После обращения в компанию, председатель ТОС Николай Васильев выяснил, что она распадается на составные части. Поэтому дома в Амстихино переходят под новое управление. И все якобы начнется с нуля. Мы хотим, чтобы наши сбережения, накопления не ушли в очередной раз в никуда. Потому как новая компания начинается с чистого листа. Это, как он говорит, без долгов, но и без наших накоплений тоже. Управляющая компания комментировать данную ситуацию отказалась. Поэтому мы обратились в жилищную инспекцию. Как оказалось, при разделении компаний старый договор может быть аннулирован. Вот только новые жители вправе заключать, с кем хотят. При этом их накопления не пропадут. В общем, просто так деньги никуда уйти не смогут. Дело за жителями. Они должны выбрать новую управляющую компанию или создать ТСЖ. Если же они самостоятельно с выбором определиться не смогут, то к решению вопроса подключится городская управа. Андрей Ткачев, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ. Столб света поднялся сегодня над Воскресенским. Фотографии сделал наш корреспондент, который живет в поселке. Это природное явление называется ГАЛО. Возникает оно, когда солнечные лучи преломляются и отражаются ледяными кристаллами влаги. Нечто подобное калужане могли наблюдать всего неделю назад. Эффект был таким, как будто над городом светило сразу три солнца. Добавлю, что известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, взглянув на сегодняшние фотографии, увидела в них предвестников потепления. А вот ее коллеги из ФОБОСа, наоборот, считают, что ГАЛО скорее к морозу. Природные огни безопасны, в отличие от праздничных. Сейчас пристальное внимание магазинам пиротехники. Легко ли соблюсти безопасность опасных развлечений, узнала наша съемочная группа. Легальных продавцов пиротехники в Калуге немного. И проверки МЧС в предпраздничные дни их не пугают. Торгуют фейерверками и петардами в городе только специализированные магазины. Они дорожат своей репутацией и с трепетом относятся к технике безопасности. С учетом той политики, которая проводится главным управлением администрации Калужской области под руководством губернатора по ограничению использования пиротехнических изделий, у нас количество данных точек на территории области, конкретно в городе Калуге, сократилось в разы. И по использованию, также случаи вообще использования данных пиротехнических изделий минимизированы. И мы видим, что до настоящего времени еще того ажиотажа, который был в прошлые годы, по использованию различных петард, хлопушек, мы сейчас не видим. Вот и на этот раз расположение помещения, где торгуют пиротехникой, сигнализация, сертификаты, инструкции и количество продукции, нареканий у проверяющего не вызвали. Людям при покупке нужно требовать сертификат соответствия, который должен быть заверен либо нотариально, либо держателем подлинника сертификата, либо в Центре стандартизации и метрологии. И должна быть обязательная инструкция на русском языке по применению пиротехнического изделия. Любые инструкции могут оказаться бесполезными в случае, если опасные хлопушки окажутся в нетрезвых или неумелых руках. А потому пиротехнику запрещено продавать детям. К телевизору можно посмотреть, как и машины водят дети, да, там 8 лет. Конечно, все это должно быть именно со взрослыми запускаться. Только с 16 лет продажи пиротехнических изделий. Визуально, конечно, я определяю, сколько ребенку лет. И если ребенок маленький и без родителей, я, конечно, не продам пиротехнические изделия. Тем, кто в новогодние дни собирается сорвать денежный куш от продажи фейерверков на улице или из-под полы, стоит знать. Сотрудники МЧС готовятся проводить сплошные рейды по выявлению нелегальных точек, вплоть до окончания праздников. Велик риск раскошелиться. Штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей, а для юридических в 10 раз больше. И все же больше всех рискуют покупатели. Чтобы опасное развлечение в разгар праздника не обернулось трагедией, лучше вовсе обойтись без петард. Или доверить их запуск профессионалам. Наталья Жирина, Александр Бурылкин, телекомпания НИК-ТВ. Едва календарная зима вступила в свои права, Калуга вовсю стала готовиться к ее главному празднику – Новому году. Всего в центре города появится 6 новогодних елей, а на окраинах – 19. Яркими гирляндами и оригинальными нарядами уже установленных зеленых красавиц любовалась Анастасия Юрко. Световые фигурки, гирлянды и украшения. Город с каждым днем становится все красивее. Коммунальщики торопятся сделать все быстро и качественно. На вопрос, откуда столько энтузиазма в такой морозный день, отвечают просто. Чтобы красиво детям было. Лесных красавиц в этом году стали устанавливать сокраин. Все они 10-метровые, изготовленные из пластика и украшены шарами и колокольчиками. Всего планируется установить 30 елей вот такого размера по всем микрорайонам. И 31-я будет ель центральная, как обычная, на сквере театральном, перед драмтеатром. Самую большую елку обещают установить в начале месяца. Единственная просьба комитета по благоустройству к калужанам – не растаскивать красавиц на сувениры. Чтобы этого избежать, они обещают установить камеры. Сквер в микрорайоне Кубяка – самое любимое место молодых мам. А с появлением новогодней елки их здесь стало еще больше. Крохи с большим интересом рассматривают разноцветные огоньки и играют возле лесной красавицы. Поставили елку. Это очень хорошо. Дети очень радуются. Бегают здесь. Очень много народу скапливается. Детишки вообще в восторге от елки. Елка очень красивая. Подготовка идет всем, как говорится, за ходом. Елку неплохую в этом году сделали. Обычно у нас там около магазинов делали елки. Они были, ну, похожи. Как-то наряжены были не так аккуратно. Ну, так неплохо сейчас сделали. Вовсю готовятся встретить самый главный праздник года и в других городах области. Декоративные световые шары, консоли и ели появились и в Обнинске. Самая большая шестиметровая новогодняя игрушка установлена на проспекте Маркса. Уже начался монтаж главной городской ели. Продавцы отмечают всплеск продаж новогодней продукции. Предприниматели украшают витрины, простые жители окна домов. Праздничные хлопоты объединяют всех и здорово поднимают настроение. Анастасия Юрко, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ, Обнинск. Новогодний подарок от президента получила 13-летняя жительница Тобольска. В начале ноября Катя Шевелева написала Владимиру Путину письмо, в котором рассказала, что учится на хорошо и отлично, любит животных и мечтает завести лабрадора. По словам девочки, она сначала хотела отправить это письмо Деду Морозу, но потом решила, что реально существующий президент быстрее исполнит ее желание, чем сказочный персонаж. Так оно и получилось. Глава Тобольска вручил ей щенка черной масти. Известно, что он был доставлен из другого региона, вот его стоимость не разглашается. «Я всегда мечтала о такой собаке, как президентская кони, добрые и верные, как и все лабрадоры. И вот моя мечта сбылась», – цитирует пресс-служба Тобольска администрации школьницу. Танцевальный подарок преподнесла калужанам сегодня березка. Концерт известного государственного академического хореографического ансамбля прошел в областной филармонии. Коллектив был основан в 1948-м и за эти годы покорил весь мир. Выступал в 80 странах на всех континентах Земли. Даже получил золотую медаль мира. Этой наградой удостоился только один народный коллектив. В Калугу ансамбль привез премьеру, композицию «Колокольцы» и ряд уже известных для поклонников постановок – «Топотуха», «Холостяки» и «Березка». В танце используется коронный плывущий шаг – визитная карточка ансамбля. Это так называемый «Березкин ход» придумала первый художественный руководитель ансамбля Надежда Надеждина. Техника исполнения остается в тайне до сих пор. Надежда заключалась в том, чтобы вот эта форма плывущего костюма была достигнута, и поэтому был придуман вот этот специальный шаг, который называется «Ходом березки». Но впоследствии он используется во многих номерах. Он заключается не только в техническом исполнении, не чисто физически исполняется. Он в сочетании с каким-то внутренним образом, который Надежда Сергеевна в свое время открыла для каждой артистки, и наша школа это повторяет из раза в раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и сейчас, наверное, о подарках калужских спортсменов нам, как всегда, расскажет Валерия Кузнецова. Валерий, расскажи, что-то наши спортсмены завоевали к этому дню? Добрый вечер, Антон. Конечно, без наград не обошлось, и о них я уже сейчас, прямо через две секунды расскажу. В ближайшие выходные в спортивном комплексе «Алим» пройдут открытый Кубок губернатора Калужской области по плаванию и Кубок дружбы по хоккею. В этих соревнованиях примут участие не только сильнейшие юные спортсмены нашего региона, но и представители делегации из Сербии, которые уже завтра посетят Калужскую область. Этот визит нужен для того, чтобы сохранить теплые дружеские отношения между двумя братскими народами. Тем более, в это непростое время. Сербии очень нелегко занимать антисанкционную политику в ЕС по отношению к России, заявил сегодня посол Республики Сербии Словенко Терзич. «Давление на нас существует, но позиция Сербии очень ясная и четкая. Мы никогда не будем присоединяться к санкциям против России», отметил посол. Уже завтра советник министра посла Сербии в нашей стране Ранко Павлович прибудет вместе с юными пловцами и хоккеистами в Обнинск, где в 16.00 в третьей городской школе пройдет встреча сербских и калужских делегаций. Сами же соревнования состоятся 6 и 7 декабря в Обнинском спортивном комплексе «Олимп». 150 пар из четырех регионов страны выступили на Калужском паркете. На открытом первенстве области по спортивным танцам определялись лучшие пары в двух возрастных категориях – «Молодежь» и «Юниоры-2». Золото в своей возрастной группе завоевали калужские танцоры Александр Грачев и Дарья Петрова, клуб «Виктория». Серебряной медалью копилку области пополнили представители Обнинского клуба «Фаворит» Сергей Авдеев и Лада Бондаренко. А бронзовую медаль в своей категории завоевали Александр Богданов и Влада Яблонская, клуб «Спартак Калуга». Студенческое первенство области по волейболу продолжается в четверг. 4 декабря состоится финал соревнований. В борьбе за первое место на волейбольной площадке встретятся юношеские команды Калужского филиала МГТУ имени Баумана и Калужского государственного университета имени Циолковского. Долгожданный матч пройдет в спортивном зале Бауманского университета. Начало 18.00 не пропустите. Рыцари 21 века встретились в бою. В Калуге прошли всероссийские соревнования по современному мячевому бою. 60 человек из Калужской и Московской областей сразились за звание лучшего. Подробнее о состязаниях спортсменов неолимпийского вида спорта с олимпийскими амбициями расскажет Анастасия Юрко. Какой современный мальчишка не мечтает, как средневековый рыцарь, сразиться с врагом на мечах? Я уже не говорю о девушках, которые, несмотря на ширму веков, все еще верят в рыцарскую отвагу и честь. Наверное, именно поэтому с каждым годом современный мечевой бой собирает все больше поклонников. Кстати, девчонки здесь совсем не ради антуража. Они полноценные участницы действа. А их отважности и сноровки можно только позавидовать. Безусловно, важную роль играет здесь авторитет и напутственное слово тренера. Золото у тебя уже есть. Теперь тебе нужно выиграть взрослую номинацию. Соберись. Да, да, да. Поэтому соберись на золото и пошла работать. Мальчишки здесь тоже не промах. За короткий промежуток Савелий Хорошавин достиг серьезных результатов в боях на мечах. За плечами три первенства, одно второе и одно третье место. В ближайшем будущем Савелий мечтает принять участие в международном чемпионате, который будет проходить в Беларуси. А в более отдаленном самому стать тренером. Это вид спорта, который закаляет человека, уверен парень. Потому что он требует силы и опрости. Таких мальчишек, которые могут терпеть боль. И которые не чувствуют того, что может с ними случиться. Мечевым боем рекомендуют заниматься и тем, у кого проблемы с координацией. По эффективности лечению ДЦП он не уступает ипотерапии, считают специалисты. Для таких спортсменов введена специальная категория С. Дает смекалку, сноровку, быстроту мышления. Ну и как подковывает характер спарринга. Правила очень простые. Соревнования проходят при помощи спарринга между двумя двух участников. Они проходят на ринге, так называемое ресталище. При помощи пяти судей определяется попадание в того или иного участника. Наряд бойца, шлем, жилет, меч и щит. Драться в таком костюме вполне безопасно. В кожзам и ткани вшиты утеплители, которые смягчают удары. Поэтому мечевым боем могут заниматься даже самые маленькие. Этот вид спорта хоть и новый, но имеет все шансы стать олимпийским. Безусловно, это вид спорта, хотя он не входит в систему олимпийских видов спорта. Но он обладает всеми характеристиками спорта. И мы надеемся, что в скором времени мы оформим его как вид спорта именно российский. Еще один ответ на вопрос, зачем все-таки мечевой бой возник в нашей жизни, дает человек, который его необходимость обосновал и успешно продвигает на всероссийском уровне. Для того, чтобы дети могли познакомиться с тем, как раньше сражались воины в средневековье, они могли бы попробовать на себе это все. Для этого мы и создали современный мечевой бой. Все участники соревнований продемонстрировали настоящий бойцовский характер и волю к победе. Больше всего наград завоевали москвичи. На втором месте – калужане и на третьем – представители села Староселье Калужской области. Анастасия Юрко, Александр Бурылкин, телекомпания НИКА-ТВ. И это все спортивные новости на сегодня. Что ж, спасибо, Валерия. На этом наш выпуск подошел к концу. Вам также хочется пожелать больших побед. Ну и, конечно, оставайтесь на НИКе, потому что нужно всегда быть в центре событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова